Звонки бывают на теплом рынке, на холодном рынке, хотя я не сильно это люблю. Холодный рынок, это в принципе нужно с ним познакомиться, перевести его в теплый рынок. Вот и все. Вы знаете, вот я сейчас еду в Ростов. Что я делаю? Чем я занималась поначалу? Томатаж и с Ростовом. Какие у вас знакомства? С теми, с теми познакомились. Я познакомилась уже с тремя людьми о природе, о погоде. И о том, что давай я приехал в твой город, а ты мне свой город покажешь. А у меня уже три человека есть. А какая разница? Между прочим, я знакомлюсь с девушкой, если что. Мне с ней не ближе, чем с мальчиком. Ну, как-то, знаете, мужу спокойнее, и мне как-то это проще. Поэтому я уже на сегодняшний момент, у меня там есть три телефончика, людей, с которыми я просто познакомлюсь. Будем гулять по городу. Создатся теплые отношения, да? И они смогут мне в результате потом дать впоследствии рекомендации. Вот. Вот перед вами сидит девушка, Вилличка. Вот человек, с которым мы познакомились в интернете. Первая наша встреча, она не даст соврать. Это было, планировалось полчаса, которые затянулись в три с половиной часа. Нас там еще в Литвейном угостили. Причем, при этом при всем, на этой встрече не было сделано предложение ни с моими, ни с ее стороны. Друг другу. Не было. Понимаете? Вот. Ну, я рассказала ей про себя, чем я занимаюсь. Она мне рассказала про себя, чем она занимается. Прошло какое-то время, мы ВКонтакте поддерживали отношения. В ее жизнь пришла другая компания, с другими БАДами. Она говорит, а что это я буду другим звонить людям? Непонятно. Да у меня есть человек с БАДами, с которым я общалась. Она мне позвонила, говорит, она расскажи мне, чем отличается ваш от этого. А то Надюша интересно про эти БАДы рассказала. Вот так все началось. Понимаете? Вот. Поэтому не всегда можно с людьми встречаться и обязательно делать бизнес-предложение. Почему мы всегда говорим? Цель нашей встречи – познакомиться. Да? Вот. Но смотрите, когда приезжаете, например, в другой город, у нас время ограничено. Там очень четко мы статистику отрабатываем, а там некуда знакомиться, дружить с людьми, мы можем больше в этот город не приехать. Там вы четко ищите людей на бизнес, да? Там у меня по-моему есть деловые предложения. Да, да, нет, нет. Когда вы здесь, на месте, в своем городе, можно статистику улучшить. Можно предварительно с человеком познакомиться. Можно здесь, в городе, сказать человеку о том, что я бизнесмен. Да? У меня есть свое дело, я его в данный момент расширяю. И я ищу либо партнеров, либо помощников. И я готов с вами познакомиться. И, возможно, я сделаю вам предложение, а может быть и нет. И согласитесь, что в наше время лучше быть знакомым, чем незнакомым. Потому что связи, как и раньше, решают все. Вы это понимаете, что связи решают все? И он просто так бы на ваше бизнес-предложение, может быть, не пошел. А когда вы ему сказали, что я просто хочу с вами познакомиться, и, возможно, будет предложение, а может быть и нет. Вот вы чем занимаетесь? Я фотограф. Ну, клево. Вам же нужны клиенты. Да, нужны. Давайте знакомиться. Ну, вдруг когда-нибудь я воспользуюсь вашими там услугами. Или среди моих знакомых появятся люди, которым сложно нужен фотограф, а я вас порекомендую. Ну, что вы думаете, после этого человек не пойдет на встречу с вами, что ли? Пойдет. Пойдет, ребят. Пойдет. Понимаете? То есть, когда вы в городе, у вас есть время, вы можете немножечко улучшить статистику. То есть, можно сократить количество звонков, понимаете? Можно увеличить количество звонков, как вам Женя рисовал. Сразу искать на Бенкли. Ну, тогда будете готовы в день делать 300 звонков. А если вы не готовы 300 звонков делать, у вас трубка тонну весит, и у вас уже гиря не поднимается, уже мышцы накачались, да? Тогда можно сделать 20 звонков. У вас все 20 люди согласятся прийти. Просто на встречах тогда нужно будет более выкручиваться, выкруживаться, там, знаете, немножечко по-другому строить ваше рандеву. Но это возможно, ребят. Это внутренние ваши качества включаются. И потом, когда вы развиваете в себе интуицию, вы, ну, просто, знаете, это количество встреч приводит вас в результате этой интуиции. Вы просто уже много людей видите, и уже определенный психотип поведения вам понятен. Вы понимаете, кто вам нужен, да? Ценности человека, какие вас интересуют и какие они вам нужны. Но это невозможно понять с первой встречи. Это невозможно понять, там, после десятой встречи. Это возможно понять, когда вы проявили, там, сто встреч, двести встреч. У вас уже это в голове откладывается, кто как себя ведет. И вы уже знаете точно, что вот после этой фразы последует вот эта фраза, после этой фразы последует вот эта фраза. Почему я такая сегодня умная, да, людей могу просчитывать? Да потому что у меня этих встреч было уже больше 20 тысяч, даже больше. Какой-то там, я уже даже не знаю, я потерялась. Смысл, у меня уже, знаете, алгоритм действия. Я человеку говорю А, и я знаю, что он мне скажет там В, В, Г, Д, Е, и я уже могу сказать точно, что он там мне скажет. Понимаете как? Почему? Потому что через меня столько людей пришло, я уже знаю. Не потому что я такая умная, у меня интуиция сильно развита. А потому что я знаю, у меня количество людей прошло через меня, огромное. Мне не надо времени снять. Я с первой минуты могу понять, мне этот человек нужен или не нужен. Понимаете? Он мне пришел, он мне сказал, здрасте, села, я уже поняла. Тратить мне на него время или не тратить мне на него время? Это опыт, ребят, опыт, сын ошибок трудных. Все, ничего больше. Звонки то же самое. Синий тариф. Кто-то сказал из ребят, а если у них не теле 2, то они несчастливые, нам не нужны неудачники. Правильно, пожалуйста, переходите на синий тариф и обзваните всех теле-двашников. Вопросов нет. По крайней мере, даже если никого не пригласите, наработайте мышечную массу языка. Я, например, первые звонки делала. Знаете, когда мне было страшно? Боже, у меня вот такая вот трубка кадателлская была, она на подругу смеялась. Такая, я беру ее, она прям, сокол, сокол, я рюл, сокол, сокол, я рюл. Я говорю, да, попробуй такую сумку потаскать, блин, она весит килограмм. Пять, непонятно сколько. Вот. Так вот, я дала объявление, тогда еще можно было, знаете, что мне требуются бухгалтера, юристы, менеджеры, специалисты по работе с клиентами и продавцы. Нет, тогда это было как бы еще не распространено. Нет. И сельшисты не дают, что юристы и бухгалтера. А я дала. И вот представьте себе, ребята, просто, чтобы я вам немножечко объясню ситуацию, да. То есть, когда я пришла, я вам уже в начале разговора, я вам объяснила, то есть, у меня самооценка была ниже плинтуса. Очень низкая самооценка была. Она была, я себе слишком хорошо думала, я себя считала крутой. Но при этом к людям обратиться я не могла, потому что я девочка без образования, без связи, без родственников, сирота, с интернатским образованием. Ну, представьте, да, какие там комплексы, сколько там всего тащатся. Вот. И для меня, например, это было, ну, вообще просто нереально. Ко мне пришел парень, моложе меня там на 5 лет, у него высшее образование. Я села перед ним, как куда, перед кролем, перед ударом. Я, как, как, он мне говорит, ну, че тут у вас? А, ну, да, ну, вот это, короче, у нас тут, ну, вот это вот, ну. Ну, ну, Людмила Николаевна, ну, освободились, поговорите просто с человеком. Понимаете? И когда я дала объявление о том, что мне требуются юристы, поколтера, продавцы, я такая, вот дала объявление, завтра оно выходит, но очень не сплю. Боже, что же я им буду говорить, как же я их буду приглашать, они же такие умные, у них уже у всех высшее образование, ну что я им могу сказать, ребята? Итак, наступает следующий день. Да если бы я знала, что у меня день грядущий готовит, примерно через 4 часа, когда я ответила на 200 с лишним звонков, когда у меня уже, знаете, я маршрутку деньги отдавала, у меня телефон звонит, я его скину, он у меня звонит, я его скину, он звонит, я его скину, он звонит, у меня телефон разрядился примерно через 5 часов. Я тогда вот приехала, включила, он мне звонит и звонит, звонит и звонит. Причем, знаете, вот у меня тогда к концу вечера, я поняла, что я вообще крутая. Знаете почему? Что я при работе, я работодатель, а они все ищут, они все безработные, они все у меня ищут работу. Я вот конец дня уже, что юрист? Какое у тебя образование? Ага, а у тебя есть медицинское следование? Нет, ты там не подходишь. А кто? Булгалтер? А у тебя опыт продаж есть? Нету? Ты там не подходишь. Представляете, к концу вечера, это был ржач полный, у меня муж так сидит, так на меня смотрит и говорит, ну я тебе доказываю, что это нет. Я говорю, слушай, я больше не могу, выключена телефон, я его уже ненавижу. У меня такое было, я работала менеджером по персоналу, мне в 2 часа звонят, говорит, ну я сидел как уж не. Вы представляете, да? То есть, утром, когда я вставала, я боялась, у меня коленки тряслись и руки тряслись, я не знала, что говорить. К концу вечера я уже всех нахер посылала. Я уже говорила, потому что, да набрали вы уже юристов, мы набрали уже двух лантеров, продавцы, какой район, где вы бережно не подходите, нам нужен правый берег. То есть, уже все, понимаете, ребята? То же самое произошло и с рандеву. Первое рандеву вот с этим мальчиком, я его никогда в жизни не забуду, когда я вам говорю, я не могла ничего сказать. Вообще ничего. Я когда эту Людмилу Николаевну звала, старую женщину в возрасте, ну когда она пришла и села перед ним, и он впереди сразу вот так вот, а передо мной вот так, да? Думаю, что-то тут не то, надо что-то с собой делать. Понимаете? Ну когда через меня прошло уже, как через Ливанного в очередь, вот так вот люди стояли ко мне, на юристов, на экономистов, да? На всех остальных прочих. Они ко мне заходили, я им говорила, что юрист, да? Сегодня юрист, сама не востребованная специальность на нашем рынке. У меня есть и другое предложение. Просто нужны люди, которые обладают физическим знанием. Вот это, вот это, вот это надо делать. У меня настолько язык настропалился, вы не представляете? Это статистика. Это статистика. Мой первый контракт был, знаете, вот я была на вашем месте, я сидела и думала, блин, мне хоть какого-нибудь прописать, ну вот хоть какого-нибудь, ну я не знаю, вообще, ну блин, хорошо говорить там вот им, у них уже куча людей там, да, они могут себе позволить, мне бы хоть какого. И мне же говорят, сто встреч проведешь, у тебя будет один контракт на 200 долларов. Не просто так, на 200 долларов нужно было. У меня 120 встреч, ноль. Ни одного. Я говорю, я говорю, Игорь Иванович, ну что такое, у меня 120 встреч, ни одного контракта. Он мне говорит, у тебя, значит, статистика другая. Я говорю, какая? У тебя, значит, 200 человек нужно, чтобы через тебя прошло. Ладно, 200, значит, 200. Увеличим силу, разговариваем, 200 человек, ноль. Ноль контрактов. Игорь Иванович, о-о-о, я чувствую, он меня уже боится. Он мне смотрит, потому что я была единственной в офисе, кто сидел и столько встреч проводил. Он столько не проводил. И он так на Бандурина смотрит, а Бандурина вот так вот включает машину. Он такой, походит такой ко мне, у тебя, значит, статистика другая. Я говорю, какая? Значит, тебе нужно 300 встреч провести. Я 300 встреч, третий месяц пошел. У меня дома, говорит, ты каким бизнесом занимаешься? Ты куда деньги носишь каждый месяц по 200 долларов? Понимаете? Вот. На 301 у меня случился контракт. Я никогда в жизни не... Вы знаете, вот я сейчас... Жизнь, волна чудес, ребят. Я когда пришла на мероприятие на «Свободу 73» и увидела этого парня, я вот так вот за голову взялась и думаю, боже, боже. Сейчас бы я с таким человеком даже бы разговаривать не стала. Понимаете, ребят? Вот даже бы разговаривать не стала. Спасибо. Спасибо. Спасибо.